Есть правило для служанок этого дома. Главное правило. Будешь держаться подальше от постели моего мужа. Напрасно не мечтай. Я люблю тебя. Меня не волнует, любишь ты меня или нет. Не делай, Дарин. Ты обманываешь себя. Я тут, потому что влюблена в тебя. Ты хочешь это услышать? Не стоит, я знаю это. Все закончилось. Не лезь в мои отношения с прислугой. Глупец. Глупец. Ты ни о чем не знаешь. Кто ты такая? Любовница вашего мужа. Я беременна от Егита. И знаю. У тебя не может быть ребенка. Сколько денег ты хочешь? Один миллион лир. Взамен на это ребенок будет ваш. А я поеду за границу, построю себе новую жизнь. Как ты могла это сделать со мной, Дарин? Чего именно? Что стащила твои деньги или бросила тебя? Смотри, братец. Пока я не скажу, все кончено, ни одна девушка не может меня бросить. Это раз. И даже те, кому я сказал, все кончено, не отстают от меня. А это два, наверное. Именно. Это два. На этот раз не так все вышло. Смотри. Дарин оставила тебя с носом. Вот как? Слушай, Анку. Влюбился. Да, ты все правильно услышал, Агельсеран. Я любил Дарин. С той прислугой ты так же делал? Стала важна тогда, когда подарила тебе ребенка? Хочешь знать правду? Я был влюблен в Дарин. Нравилось, что любовница была под рукой? Ты все желание отбила. Она была женщиной, которая воспользовалась возможностью и продала своего ребенка. Тебе только такая подойдет. Скажи, что любишь меня. Что за проблема у женщин с этими двумя словами? Хотите услышать, даже если это ложь? Я в шоке. Ты все деньги нашей семьи положил на счет прислуги, которая взяла и ушла? Ты сошел с ума? Еще и с этой девушкой. Что если не такого, чего нет во мне? Все закончилось. Она не вернется.